Друзья, всем привет-привет! И сегодня мы снова поговорим с вами о таком фрукте королевском с короной. Гранат. Вообще гранат считается царь всех осенних фруктов, потому что у него есть корона. И для того, чтобы почистить, конечно, нужно порезать вот так аккуратно с острым ножом шапочку, чего мы сейчас и делаем. Мы порезали аккуратно шапочку, видите, и мы замечаем, что у граната вот есть такие, как сказать, секции, что ли. И вот так мы проходимся аккуратно лезвием ножа, нежно, неглубоко разрезаем вот нашу кожуру. Ну, не нашу, а кожуру граната. Вот полностью по этим секциям пройдемся. Затем берем ножик и вот так посередине легко помогаем нашему гранату раскрываться. И нам остается только легкими такими движениями, смотрите, как легко раскрывается наш гранат. Раскрывается наш гранат. Знаете, как? Как лилия будет, что ли? Очень такой красивый. И вот, что мы имеем, друзья. Думала, что кожура легко снимется, но не тут-то было, поэтому мы раскроем гранат вот так. Все, самые тяжелые уже позади. Мы легко справились с нашим гранатом. Сейчас будем очищать зернышки в отдельную мисочку. С легким нажатием руки вот так выдавливаем. И наши зернышки, видите, как легко отделяются от кожуры. Видите, с легким нажатием. И мы сейчас быстро справимся с нашим гранатом. Все, мы почистили полностью один гранат. И нам остается засыпать зернышки сахара. Расчет, сразу говорю, что идет 2 к 1. Если у вас полкилограмма зернышек, берем 250 грамм сахара. Или на килограмм зернышек полкилограмма сахара. И даем немножко сахару растаять. Затем отправляем на плиту и включаем газ. Газ для начала делаем такой маленький, умеренным. Пока наш гранат не выделит немножко сока. Как появится больше сока, я прибавлю огонь. Ну вот, я уже прибавила огонь. Будем варить полчаса. И в конце буду добавлять пол чайной ложки агара-агара. И еще 2-3 минутки буду варить. Все, наше варенье, друзья, готово. Уже остыло. Я, видите, разлила вот в таких маленьких баночках. Очень нежный цвет, такой розовый получился. И давайте посмотрим в остывшем виде, как выглядит наше варенье. Видите? Отличное получилось у нас, друзья, варенье. Так что я вам всем советую приготовить вот такое вкусное варенье. Ну, давайте будем дегустировать наше варенье. Да, в меру сладкое, не очень плитерное наше варенье. Так что придерживайтесь рецепту 2 к 1. На килограмм зерен полкилограмма сахара. И у вас получится очень вкусное варенье. Но если вы любите сладше, то, конечно, добавьте больше сахара. Это на ваш вкус. И я вам советую. Готовьте для себя, для любимой семьи и компоты, и варенье. Сейчас в магазине круглый год почти продаются фрукты, ягоды. Есть большая возможность радовать своих близких вот такими вкусняшками. Вам говорю большое спасибо за то, что вы меня посмотрели. Пишите прекрасные комментарии. Мира, счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям. Пока-пока, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!